Всем большой привет! Спасибо, что вы зашли на мой канал, меня зовут Наташа. Сегодня я расскажу вам о новинках в моем парфюмерном гардеробе. Если вам интересна эта тема, то присаживайтесь поудобнее, не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, а также можете подписаться на телеграм-канал, я его сейчас, к сожалению, маленько подзабросила, потому что как-то не до этого, в общем, было, да, и настроение не было, если честно, писать. И поставьте свои лайки, мне будет очень приятно. Большое спасибо, присаживайтесь поудобнее и поехали! Буквально сегодня я получила свои последние парфюмерные посылки и делюсь ими с вами, конечно же, по горячим следам. Также расскажу не только о своих ароматах, которые для себя приобретала, и также поговорим о подарках моей маме. Кто видел мое предыдущее видео про ароматы моей мамы, вот, пожалуйста, еще копилочку ей будет два аромата. Ну и не будем долго затягивать, начнем. Итак, сначала вам расскажу про два бюджетных аромата, реально бюджетных, а не так, как, знаете, бывает, говорят, бюджетный аромат. У каждого, конечно, понятие бюджетное свое. Кому-то это 2000 рублей, кому-то 1000, кому-то 500, кому-то даже и 300 рублей за аромат, это достаточно бюджетно. Для меня это, наверное, все-таки до полутора тысяч рублей сейчас на данный момент. Раньше это было, наверное, до 1000, вот так вот, в понятии бюджетно. Два аромата. Забегала в Ревгош, когда мы были с мужем в торговом центре, и в Ревгоше приобрела несколько ароматов, и увидела стенд, где много-много-много таких вот ручек. Ну, как ручек, здесь я даже несколько миллилитров, я, честно, не смотрела. 30 миллилитров, ого, вот это ручки по 30 миллилитров. Стоимость таких ручек была по скидке 699 рублей, 700 рублей. И очень много там было, если честно, выбора. Я слышала уже про эту парфюмерию. Бренд называется Adopt. Здесь просто заклеено, и увидеть было достаточно сложно. Меня заинтересовали ароматы с нотой кокоса. Потому что, если вы меня внимательно слушали, да, мои внимательные такие зрители, уже слышали о том, что я говорила, что еще ноту кокоса, какую-нибудь такую более... Ну, чтобы это было, реально кокосом пахло. А не так, что, например, заявлен кокос в пирамиде, а его там и не слышно практически. Потому что у меня муж очень любит ноту кокоса, и мне как-то хочется для него быть немножко такой кокосовой женой, кокосовой девушкой. Я знала то, что он ноту кокосовую стружку, но то, что ему нравится аромат кокоса. Вот, в общем, два аромата. Один называется Ваниль Коко. Здесь именно аромат такого баунта. Мы общались с консультантом, когда выбирали другие ароматы. И пока у меня супруг с ней общался, я думаю, такая, о, что такое? Видела стенд, подбежала сразу же. Она такая, когда видела, какие ароматы я взяла, сказала, вот этот аромат, Ваниль Коко. Я извиняюсь, если вам какие-то посторонние звуки слышу, у меня открыто окно. Наконец-таки пошел дождь. Три недели, наверное, не было дождя, была сильная засуха. И вот у нас всю неделю будут дожди. Господи, поздравьте мне. Большое спасибо всем, кто отправлял мне лучи дождя, лучи прохлады, пока я вам посылала лучи тепла. Вот, что с Ваниль Коко? Да, это аромат баунти. Очень такой сладкий. Кокосовая стружка со сгущёнкой, я бы сказала. Вот, даже на бумажку. Можно было не распылять, потому что, в принципе, было слышно самого флакончика. Сразу предупреждаю, что ароматы нестойкие, совершенно нестойкие. Но, что мне понравилось, то, что они не бьют спиртом. У них нет такой, знаете, неприятной какой-то базы. То есть, они не какие-то прям такие фубе, как, например, в магнит-косметике продаются такие ароматы. Они буквально, по-моему, по 200 рублей продаются или по 300 рублей. Вот они реально спирт спиртовый. У меня один аромат такой был, земляникой, в своё время. В общем, вот там прям спирт галимый. И не очень приятный аромат совершенно. Этот же приятный, такая поливашка. Мне кажется, хорошо, например, с утра, да, потому что есть там аромат не только прококос, да, там и всякие цитрусовые, и конфетные. И, в общем, там прям огромный стенд. Так что, если вы будете ревгоши, или будете мне проходить, заходите, если вам... Задите, пожалуйста, посмотрите, если вам интересно, конечно же. Мне кажется, вот такая поливашка, да, то есть именно с утра, да, или просто вы дома находитесь, вам каким-то ароматом хочется, например, дома пользоваться. Я, честно скажу, что я дома ароматами не пользуюсь, потому что мне не нравится, когда дома какой-то есть посторонний запах, кроме, например, вкусной еды там, да, что-то такое. То есть у меня даже диффузоров никаких нет, свечей никаких нет дома. Я ничем таким не занимаюсь. Но вот в качестве такого утреннего аромата, или просто домашнего аромата, можно, конечно, я ничего не говорю против, чтобы ходить в них в люди, потому что хороший аромат, приятный, но не стойкий. Спирт, если даже, понятно, он здесь и будет в начале, но это буквально пару секунд, и спирт уходит. Вот, это что... бумажку улетела. Это что с ваниль Коко. Следующий аромат это Коко... Коко Лада. Коко Лада, вот как называется. Здесь уже аромат про соленый кокос. Такой, знаете, уже не кокосовая, да, стружка, а именно сам кокос, и какие-то такие тропические ноты, соленые ноты, что-то вот такое. А в целом это можно назвать даже немножко пиноколадой, то есть для меня это какой-то пиноколада, и кокос какой-то рядом такой разрезанный стоит. Вот, и какая-то даже соленая нота здесь ощущается. Даже сейчас я распылила, и я не чувствую спирта, если честно. То есть он прям мгновенно уходит, и остается вот. То, что и остается. В общем, приятные ароматы. Вот этот аромат будет постойче, чем ваниль, ваниль Коко. Но я думаю, можно, в принципе, потестировать, пока вот где-то ходите по торговому центру в Рюго же зашли. Походили, посмотрели. Ну, даже, в принципе, можно делать скидку за такую бюджетную стоимость. Такие интересные ароматы. То есть это реально, да, конечно, это не натуральный прям кокос в плане того, чтобы там прям открыли там баунти, и прям таким прям баунти пахнет. Или, например, только там кокос разрезали, и таким же запахом пахнет. Это, понятное дело, что это как бы парфюмерное... Парфюм, да, но хотя бы, знаете, не прям такой какой-то химзавод, не отвратительно никак. То есть такая, как поливашка, да, может даже, мне кажется, постоять вместе где-то наряду со стойкостью Джо Малону такого уже, да. Понятное дело, что не такие же ароматы, но в целом вы поняли, в общем, меня. Вторая покупка баунтипмерного типа, но она не парфюмса. В общем, это гель для душа Зелинский Андрозен, если я правильно прочитала. Я давно хотела познакомиться с этим брендом. Много раз была в Золотом Яблоке, там у этого стенда Зелинский постоянно много людей. Парфюмы у них есть популярные, да, Black Pepper, по-моему, у них популярные. Еще всякие разные популярные ароматы. Но про стойкость пишут, что не очень, а стоимость, извините меня, для таких ароматов, по-моему, около 6-7 тысяч рублей. Но я считаю, что это дороговато для объема, там, по-моему, 50 миллилитров, и они совершенно не стойкие. В общем, я решила начать знакомство именно с гель для душа, потому что я такая подумала, ну, если от душки похожи, да, то можно, в принципе, попробовать сам гель для душа. Если понравится от душка, возможно, когда-нибудь я приглянусь и к самому парфюму. В общем, у меня здесь аромат Vanilla Blend. Это тоже популярный такой аромат у них. И что я хочу сказать, что, ну, знаете, приятно, но, например, даже тот же самый, например, что какие у нас гель для душа есть, Даф, да, или там, Ле Петти Марсиэ, они как-то поинтенсивнее пахнут, если, по сравнению с этим, если именно с пульверизатора, да, не уходят. Я не знаю, как на коже, не знаю, как на теле, я пока не пробовала. Если вы пользуетесь этим брендом в плане ухода, поделите своими впечатлениями, мне будет интересно почитать, как вам вообще, стоит ли приглядываться там к чему-нибудь другому, да, там у них очень много всяких есть и баттеры, по-моему, для тела, или крема для тела, масло для тела, что вот такое. В общем, если вам этот бренд нравится, да, или не нравится, пожалуйста, напишите свой отзыв, будет мне интересно почитать. Ванила Блэнд пахнет такой, знаете, какой-то ванилью, но не ванилью, а какой-то в такой, знаете, как вот, например, ваниль Коко, да, то есть там, ваниль Коко, да, правильно же, да, ваниль Коко, не как такая, знаете, кондитерская ваниль. Есть такая ваниль какая-то интересная, она немножко с кислинкой, ну, такая немножко химозненькая, если честно, если у меня бы такой был аромат в плане парфюмерии, я бы не хотела такой аромат носить, если честно, вот. Так что, пока такие впечатления. Про следующие ароматы я расскажу вам про ароматы, которые приобрела своей маме. Один аромат был на скидках, и я уже выпускала видео, он у меня мелькал в видео, ароматы, которые я не люблю, и также я могу сказать, что я его не очень люблю, видео старое, но мне, кстати, мне не поменялось про многие ароматы, и это 212 VIP Carolina Herrera. Я взяла максимальный объем, потому что я сегодня делала покупку в золотом яблоке, и там была очень хорошая на него скидка. Мне понравилась ина, в общем, прям такая привлекательная цена на него была. Вот такая пуля, как моя мама назвала, пуля. Она мне оставила для съемки ароматы, сказала, завтра приду, заберу. Вот, о чем аромат? Даже распылять его не буду. Вот так же для меня, почему-то, резко пахнет. Вот у кого есть этот аромат, напишите, как вам он вообще, да, в плане именно самого звучания, потому что мне, в принципе, когда мама распылила, да, и я его знаю очень хорошо, ну, неплохой, да, не какой-то прям парфюмерный шедевр, да, но хороший аромат, в принципе. Но вот именно из пульверизатора, да, и какое-то первое время, может быть, даже не первое, или иногда проскакивает какая-то резкость. Это даже, возможно, это почули так пахнет, но здесь, по-моему, почули не заявлено. То есть это не резкость в плане спирта, это резкость в плане самом аромата, да, какая-то колкость, какой-то такой, знаете, как лак для волос вот есть, да, такой вот аромат какой-то вот резкий, неприятный, не знаю, что это тут дает в нем. В общем, о чем сам аромат? Аромат про ром, ваниль и тропические фрукты. Для меня ромом здесь мало пахнет, да, то есть алкогольным мало чем пахнет. Здесь для меня какие-то такие тропические, даже не фрукты, а тропические леденцы какие-нибудь. Или, например, какие-то такие тягучие конфеты сладкие. Вместе как раз-таки с ванилью и бобы тонка здесь очень явно ощущается. Он такой очень сладкий, очень густой аромат. И тут резкость какая-то, не знаю, что это дает. Вот, возможно, здесь ромы есть, то есть можно представить конфеты, да, например, такие тягучие. И в этой тянучке, например, какая-то такая алкогольная начинка. Вот, можно так еще сказать про этот аромат. Маме он очень нравится, она сносила тридцатку очень быстро, прям она улетела. И я подумала, что почему бы не приобрести ей 80 мл, но я ей сказала, ко мне в этом аромате домой не приходи, вообще со мной гулять в этом аромате не ходи, потому что, ну, как-то мне не то, что этим нехорошо, просто не воспринимается. Он как-то мне не очень приятен моему носу, поэтому... А так, в целом, если, например, вы ищете прям алкогольный аромат, да, и думаете, что здесь алкоголь, ну, конкретно для меня здесь прям алкоголь, алкоголь, нет. То есть арома здесь прям как такового не слышно. Стойкость очень хорошая, шлейф тоже очень классный. То есть по всем характеристикам, по всем параметрам хороший аромат. Я тут недавно на фрагранчик взошла, я решила про него отзывы почитать, кто что пишет. И мне так понравился отзыв, где девушка описывала, что это аромат клубов, вечеринок, когда вот вы гуляете, да, таких десятых годов, пятнадцатых годов, когда были модно, вот эти все клубы, да, когда все тусовались, и вы всю ночь тусуете, возможно, да, я представляю, в принципе. В общем, она так интересно описывала, такой у нее отзыв был интересный, мне понравился. Вот, 217 VIP, Каролина Эрера. И второй аромат, который она хотела, я тоже про него вам рассказывала в предыдущем видео, что я его приобрету. Мне не нравится, конечно, то, что так получилось его по такой цене точнее приобрести, потому что бренды Герлен, Диор, Шанель, ну и т.д. и т.п., что я сейчас буду еще рекламу делать, говорить, какие бренды у нас есть, они, конечно, убрали скидки, подняли цены, и ничего никак не меняется. То есть, например, тот же самый Ланком, я хотела взять себе Лавея Бель, просто чтобы у меня была, мне нравится этот аромат, но я не успела, потому что хорошую очень скидку сделали, и очень быстро разобрали. Я говорю с вами об аромате Диор, Жадор, отвечивает. Вот, я взяла 30 мл, да, конечно, дороговато для 30 мл, почти как и ниша стоит, но маме он очень сильно понравился. Она в свое время любила аромат Инконденсанс от Арифлейм, от Арифлейм, от Эйвен, вот, да, Инконденсанс от Эйвен, ей нравился. И этот аромат на старте, он очень напоминает Инконденсанс. Мне его, честно, сложно описывать, потому что здесь не чувствуется чего-то конкретного, и не хочется раскладывать его на ноты какие-то. Познаватели, знатели, да, познающие все парфюмерию, которые люди, знающие, точнее, парфюмерию, да, эксперты, если так можно сказать, говорят, что аромат не то, да. Я могу понимание, могу это понять, потому что, когда он был создан, по-моему, он был создан то ли в 97-м году, то ли в 2000-м году, в общем, в 90-е, почти в 2000-е годы был этот аромат создан. Я могу понять тогда, когда он пах, то есть, если вы, то есть, точнее, вы, да, или, например, те эксперты парфюмерные, слушали его в то время, я могу понять, почему они возмущены, почему, что аромат переформулируют, да, а оценник такой ставят. Да, в этом, как бы, я могу понять. Но маме моей понравился конкретно этот аромат. Я ничего плохого не вижу в этом. То есть, если, например, это был бы какой-то не такой аромат, он бы плохо покупали, мне кажется, его бы с производства уже давным-давно сняли. Но, тем не менее, мне кажется, он пользуется спросом и покупает его, и он не неприятный, нормальный, такой женственный, цветочный, такой сладкий, такой нарочито прям цветочный, но цветочность такая, знаете, не такая какая-то молодая, такая, знаете, такая звонкая, да, какая-то, например, какие-то розы, да, розовые розы, а что-то такое прям дерзкое. Очень сложно описываемый аромат, если честно, не хочется его как-то раскладывать. То есть, я думаю, многие с ним уже знакомы, здесь даже ничего не написано. О, классно, я думала, что это написано, ничего не написано. Наверное, убрали название. Я думала, маме приобрести, по-моему, то ли Forbidden Games, по-моему, Forbidden Games от Killian, сравнивают, или Playing with the Devil, по-моему, как-то так. В общем, какой-то Killian с ним сравнивают, я думала, приобрести, но пока, если честно, дороговато. Просят за Killian, вот маленько ценники, или поупадут, или у меня будет какая-то скидка, я обязательно приобрету Killian, потому что его хвалят. Но стойкость, как я понимаю, у них одинаковая, то есть такая же средняя и шлейф средний. Маме как бы надо, чтобы побольше было их, чтобы она видела, да, за что такой ценник, лично ей, да, хочется, например, дорогой парфюм, чтобы он и подольше пах, да, подольше ее радовал. В общем, вот Dior Jador, это самая обычная парфюмерная у меня вода, самая первая, самая классическая. С ароматами маме все. Также заказывала аромат супругу, у меня есть Tom Ford Noir Profane, он, по-моему, снят, то есть я его, если честно, не вижу больше никаких оффлайн-магазинах вообще. А вот он в онлайн, по-моему, он продается, но, конечно, ценник у него такой себе уже приличный. И знаешь, что связано? Кто-то говорит, что сняли, кто-то говорит, что нет. Я как-то воника к нему перегорела, я думала, что я закажу себе еще 2 сотки за дублю, например, но как-то я понимаю, что ароматов у меня все больше и больше. У меня рука сейчас тянется только к одному аромату, на повседневку я могу носить, это молекула 0,1, очень странно для меня, если честно. Но просто этот аромат никак не раздражает, я его ношу. И, в общем, я супругу предложила, говорю, вот могу приобрести как раз-таки и Tom Ford Noir Extreme. Его хвалят больше, чем Noir Profane. Говорят, что для девушек даже Noir Extreme больше подходит, чем Noir Profane. То есть мужчина Noir Profane, а девушка Noir Extreme. Не знаю, сейчас я вам про него расскажу, пока вот здесь расходится. когда супруг только его распылил, прям прилично, знаете, пахнуло one million. Сейчас нет. Здесь аналогичные пирамиды, как и у Noir Profane, то есть там мороженое кульфи, что-то там еще, какие-то алкогольные ноты, возможно, даже не знаю, тоже сложно описываемый аромат. То есть, например, про Noir Profane я могу сказать, что это такой, я уже говорила, бескис шоколадный, который припитали алкоголем щедро, и такая вот в нем одеколонистость в этом аромате ощущается. Здесь я одеколонистости не слышу. Здесь для меня как будто какая-то, может быть, амбра есть, не знаю, что-то такое, знаете, смолистость. Вот, что-то я такое, знаете, смолистое, сладкое ощущаю, немного такое кисловатое, которое так щиплет носик, и специи. Кстати, да, вот специя здесь очень сильно ощущается. Возможно, кульфи, да, это, говорят, вроде бы какой-то десерт, да, то есть это не мороженое, это десерт, который идет со специями, индийский десерт со специями. И, возможно, представить, да, то есть это, что в этом аромате есть какая-то кульфи, но он отличается от нуар-пурфам. Он с временем расходит, становится более мягче, то есть нуар-пурфам все равно это одеколон, нота одеколона, да, вот этого она ощущается. Здесь нет, он становится более такой сладкий, более мягкий, но все равно у него такая, знаете, мужская нота, тоже нота какой-то мужской резкости, как говорят, пена для бритья, да, и какой-то вот такой, в общем, мужской нюанс в нем чувствуется. То есть я бы не сказала, что прям это унисекс, да, он похож, процентов на 90 на нуар-пурфам, но все-таки что-то в нем отличается. Стойкость, шлейф пока не проверяли, только вот приехали. Стойкость вот буквально, наверное, часов 5 прошло, пока еще на кожу супруга чувствуется аромат. Tom Ford Noir Extreme. Так, закончили с ароматами, которые для мамы, и покупались для мамы, и для супруга. Давайте перейдем к ароматам, которые приобретала себе я. Решила сделать такое видео про новинки, потому что буквально вчера у меня, не буквально вчера, да, буквально, буквально сегодня купила последний, а до этого приобрела еще 3 аромата, и я уже такая думаю, ладно, закончу покупать, какие-нибудь там хотела ароматы приобрести, и уже вам расскажу. Первый аромат, который мне понравился в Ривгош, тоже благодаря консультанту, хорошо иногда подходить к консультанту, да, спрашивать, но там так получилось, что в Ривгоше вы никак не послушали, потому что нигде идут низшие ароматы, там многие ароматы убраны. Так же, как и бренд Носомата. Это третий аромат у меня в парфюмерной гардеробе. Один аромат у меня как для мужа, но он как бы унисекс, то есть бараонда, его можно спокойно носить. Мой любим аромат, наркотик минус, но для меня немножко тяжеловатый, но я его очень люблю, очень красивый аромат. И третий аромат появился, я думаю, наверное, последний, потому что, ну, кроме как фантомаса, мне ничего не впечатлило. Кстати, поделитесь своим впечатлением про фантомас, если он у вас есть, или вы его слушали, будет интересно почитать, что скажете. Для меня на старте и вообще долгое время ощущалась такая дынная жвачка, дынная, дымная такая жвачка, то есть я не ощущала там арбузы, как говорят, да, арбузы и нет ничего подобного. Это реально такая, знаете, прям химозная жвачка, дынная, но прям такая дыня, не как, например, реально где-то дыня, она не слышится, где-то там в нотах потерялась. Но потом, я, если честно, уже не помню, потому что, кого не слушала, говорят себе, что переходят в какую-то странную базу, да, и вообще в странный аромат переходят. Я, если честно, наверное, только минут 10 слушала, и ничего такого именно в лотере я не услышала, на коже не тестировала. А это у меня Silver Mask. Мне аромат понравился, он очень необычный оказался. Я думала, что я приобрету China White, потому что мне нравится, у нее пирамида, но пирамида и как само звучание, конечно, отличается, к сожалению, к большому сожалению, мне почему-то хотелось, я почему-то думала, уверена была, что у меня он будет. Silver Mask, сейчас его нанесу, у меня в коробочке уже был. На коже тестировала я специально в магазине, потому что какие-то там отзывы про него, если честно, не пишут. И что пахнет потной подмышкой, на которой раздобрили дезодорантом, и что там, не знаю, ну, в общем, всякое, да, что-то пишет, что вау, это крылышки ангела, а кто-то пишет вау, это, точнее, фу, и вау, и фу, я слышу потную подмышку мужчины с дезодорантом. Нет, я этого не слышу. Для меня, знаете, когда я его распылила, я извиняюсь, такой холодный, какой-то такой немножко стальной аромат, очень интересный. По началу он мне напомнил, джетхозаган нота парфюм, но тот более такое, знаете, если он может сказать, назвать, точнее, сладковатым, да, каким-то таким амброксаново, такой приятный аромат. Здесь же, вроде бы, как амброксаново в нотах незаявлено, именно фрагрантики, здесь просто мускус, что-то еще, если честно, я не помню уже. Он такой, знаете, холодный, то есть, если его вот разложить, в принципе, аромат такой ментоловый, то есть, от него прям холодок ощущается. Мама тоже подтвердила, и супруг тоже тоже самое сказал, то есть, я сказала, то, что, да, так пахнет, да, подтвердили, что пахнет каким-то таким холодным, но не мята, а такой как будто как ментол. Знаете, вот есть мята и ментолы тоже разные, по-моему, в общем, такой прям горьковатый такой холод, если можно так сказать, в горечь немного в холод идет, и потом, когда он раскрывается, холодок немножко утихает, и остается такая немножко как, не то что стерильность, какой-то такой аромат такой, знаете, не как вот, например, из стоматологии, да, запах, что такое вот просто чистое, стальное, холодное, не знаю, как это объяснить, в общем, такой вот интересный аромат, очень стойкий, очень шлейфовый, я попробовала специального на коже, также на блотере его пробовала, долго-долго ходила, думала, никаких на мне нюансов не вышло, да, никаких там потных подмышек и всего такого, но мне кажется, может быть еще от температуры кожи, зависит от общения температуры на улице, я не пробовала в разный температурный режим, то есть я попробовала в магазине, там такая достаточно нормальная погода, то есть не какое-то, ну, кондиционированное помещение, там нормально звучало, дома здесь тоже у меня хорошо звучало, но не знаю, как в жару поступит, не знаю, как в холод поступит, но вот такие о нем впечатления, это на Самата, вот так вот, Самата, Силер, маска, красивая крышечка, тоже деревянная, вообще-то думала, что другая будет, два аромата покажу вам от Мизон Францис Курджан, да, от Дума Францис Курджан, я же тут подсела сейчас на его ароматы, нравятся мне они, эти покупки у меня осознанные, да, то есть у меня были пробники, они у меня там большие, если вам, кстати, хочется познакомиться, но не хотите ехать в магазин, думаете заказать пробники, то заказывайте, очень хорошие пробники, очень качественные, у меня много уже их насобиралось, и я вот потихоньку свои хотелки приобрела, я не видела смысла покупать в больших литражах, да, там 70 миллилитров, или там, по-моему, не помню, сколько, 200 миллилитров, по-моему, еще есть после 75, 70, в общем, не стала я большим покупать, у меня 35 миллилитров очень много, и так будет при моей-то коллекции, при моей-то профимерной гардеробе, аромат первый, давайте поговорим про Gentle Fluity Gold, я уже о нем как-то рассказывала, у меня пробники еще больше постояли, отстоялись, и мое впечатление о нем немного поменялось, его сравнивают с ароматом Deluxe Tant Renzi, также розово-ваниль Монсера, то есть и Intense Cafe, то есть такое розно-медовое, сладкое, такая кофейная тематика, да, так, сейчас вот давайте нанесу, здесь бумажечка такая написана, Message, то есть послание мне какое-то, Франциско Урджано Стайл, как и всем, в принципе, своим почитателям парфюмерии, здесь сейчас, да, я уже не слышу розы, то есть, когда у меня и отстоялся пробник, я стала, знаете, слышать такую густую, сладкую, с кислинкой амбровость, то есть оно, как бы, да, возможно, немного напоминает те ароматы, но Deluxe, например, да, как и другие там, Tense Cafe, меня сшибает с ног, с ног, мускус, я не могу, если честно, мне настолько, помню, пацанин, когда Deluxe сносила, столько мне нехорошо с него стало, и он настолько въелся сильно в мой шарф, в мою шапку, я как раз таки в холодное время года его носила, три дня сидел, вот никак вот его, я понимаю, что есть люди, которым нравятся такие ароматы, я, как бы, тоже всегда считала, что, вот, платишь такие деньги за аромат, пусть он долго звучит, да, пусть он хотя бы тебя радует, там, скажет свою копейку, пусть оправдывает, но, знаете, сейчас, когда вот уже парфюмерию достаточно долго увлекаюсь, прилично, долго, прилично, по времени, то мне, как бы, может быть, не то, чтобы все равно совсем на стойкость, но, чтобы было просто хотя бы прилично, нормально, этот аромат держится около пяти часов, наверное, где-то так, пяти-семи часов, но потихоньку затихает, то есть близко он ощущается, но он уже так не шлифит, хороший аромат, как я уже говорила ранее, амбра, такая сладость, он очень такой тягучий, возможно, покажется немножко таким, как с медовым оттенком, розность может быть дает, что здесь какая-то кислинка есть, есть, честно, не помню пирамиду, но по-моему здесь есть какие-то смолы, и возможно эти вот смолы, да, дают и сладости, и кислинку, что-то вот такое там, в общем, понаделали, но роз здесь нет, если взять из всех ароматов, Монтенс Кафе, Делокс и прочих, самый и дорогой по стоимости, хотя вот, например, я приобрела тридцать пять миллилитров, не так уж и дорого, то есть даже дешевле, чем Делокс, мне получился, то по звучанию, самый из них, мне кажется, прям вычищенный, хороший, классный, дорогозвучащий, будет это именно вот Мизон Форсетский Курджан, это Джентл Фьюити Голд, также мне нравится Джентл Фьюити Сильвер, но он уже больше мужской, там прям такой кипарис, тоже такой стальной, металлический, холодный такой аромат, тоже мне понравился, но не для меня, это для мужа, но у меня муж пока как-то не торопится его приобретать, следующий аромат, тоже, я думаю, вы про него слышали, популярный на слуху, потому что, интересно, мне он тоже понравился, я вообще не любитель свежих ароматов, честно вам признаюсь, то есть у меня в основном это гурманское направление, но иногда мне что-то хочется, чтобы у меня какие-то пара хотя бы ароматов были, так вот в свежем направлении, но этот аромат, он и свежий, и сладкий, это у меня получается Акваселестия, отсвечивает, белая кробочка, это Акваселестия, флакончик, я думаю, вы про этот аромат уже слышали, многие влогеры про него рассказывали, и я не буду, знаете, как-то далеко ходить, или что-то придумывать, там, или какой-то, прям уж такое, какое-то другое мнение у меня об этом аромате, это для меня Мохито, реально такое холодное, сладкое, безалкогольное Мохито, сироп, мне кажется, даже здесь какой-то, то есть спрайт, возможно, что-то вот такое, мята здесь очень сильно ощущается, он освежающий, он красивый, как по мне, да, вообще ароматы Акваселестия Курджан, они все красивые, очень интересный, хороший аромат, качество этих ароматов просто класс, и вообще упаковка классная, вообще все, мне кажется, в этом парфюмерном доме классно есть, конечно, может какие-то свои ароматы, да, у меня один аромат есть, который мне не очень понравился, но я не как-то, не хочу сказать, что я не убавляю, в общем, его красоты, да, что еще сказать, он очень шлейфовый, стойкий, шлейфовый, стойка, вот у него, может быть, часа 4, мне 5, потому что я помню, что мы гуляли, я нанесла на супруга, это было в том году, летом, в прохладную такую погоду, и за ним тянулся такой длинный-длинный шлейф, удивительно, я думала, что он не будет шлейфить, я шла за ним, ну, даже не знаю, сколько шагов-шагов, действительно, расстояние у нас с ним такое приличное было, ветер даже не сильно большой был, не сильно прям такой, чтобы прям на меня дул, да, этот ветер, но, в общем, все равно было очень хорошо этот аромат слышно, поэтому где-то часов 5, точно стойкость, дальше, я сейчас на ней помню, по-моему, так же затихает, потихоньку, то есть они как-то, знаете, не резко уходят, затихают постепенно, это Акваселестия, Бизон Творецкого Джа, классный аромат, тоже, присмотритесь, хороший очень аромат, в общем, как у меня появился Грити Адель, я не думала, что мне появится аромат от Грити, но все же, ко мне приезжала подруга в гости, это было пару дней назад буквально, и когда мы с ней ходили по торговому центру, у нас в одном торговом центре есть Ревгош, там в другом-другом центре Литуаль, то есть нет такого, что, например, в одном там и сразу два магазина было, к сожалению, в общем, мы были там, где был Литуаль, и я уже не первый раз захожу, я уже не первый раз тестирую тебе аромат, я перенюхала там все, именно из Грити, мне не нравился их мускус, то есть говорят, что похож на итальянский такой мускус, Сан-Терензиский мускус, мне аромат, аромат Сан-Терензи, точнее, его мускус, да, не нравится, если честно, вот, и когда мы пришли с подругой вместе в Литуаль, начали нюхать, и я такая говорю, мне кажется, тебе этот аромат понравится, аромат вообще, в принципе, из Грити, мне нравится там, оттуда, ну, более-менее, да, если говорить, вот, Адель, я приобрела, и мне нравится еще Туту-Бланк, но он как-то сгорчит, то есть он, там, получается, аромат, по-моему, про помело, что-то еще, по-моему, про пудру, такое пудровое, какой-то такой интересный, но подруга там услышал какао в нем, то есть говорит, как будто как капучино или какао налили, и там явно такая горчинка, и он, чем дальше его раскрытие, тем больше он становится горчнее, да, больше, короче, горшливее, больше у него горчинки это ощущается, все, неприятнее, неприятнее, в общем, поэтому мы не стали его рассматривать, а когда я нанесла ей Адель, она улетела просто, вы бы видели ее лицо, она такая, ах ты такая, это такая, это говорит, ах ты вот какая, что это, знаешь, говорит, мой вкус, нравится тебе, знаешь, какие мне ароматы нравятся, и попробовали мы с ней как раз таки Адель, это аромат, который похож на Good Girl Gone Bad, Good Girl Gone Bad мне тоже, признаюсь, нравится, я тоже думала, что Килен у меня будет аромат, но как-то вот, если у меня есть Адель, зачем мне Good Girl Gone Bad, давайте покажу упаковку, к сожалению, отсвечивает, но вот так вот, может быть, будет хорошо видно, здесь идет такой аромат на ложе, я когда, кстати, приобрела, домой принесла, и когда я открыла, я даже забыла, так и удивилась, вау, как красиво, но забыла, просто так я, конечно же, знала, и вот он такой интересной формы, то есть вот так выглядит, такой вот флакончик, мужу нравится оформление, говорит то, что красиво сделано, как под мрамор крышка, кстати, вот свет у меня лампа, и на преследовании хорошо видно, такой вот флакончик, по аромату что, по аромату это сливочные персики, я ношу его, наверное, третий день уже, и меня он никак не душит, хотя супругу не очень, он говорит то, что ему не нравится, именно то, что здесь есть такая пудровость, да, аромат такой, знаете, таких мягких, сливочных персиков, с кислиночкой, но аккуратно, никакой здесь табака, здесь не ощущаю, я приобретала аромат байбоза, топлес, и вот он очень сильно сладкий, очень такой сильно выкрученный, то есть он чем больше стоит, тем больше мне его не нравится, поэтому у меня там буквально у стульчика осталось всего от 15 миллилитров, и стоит и стоит, этот аромат мне гораздо больше нравится, и он больше похож на Good Yoga Gone Bad, потому что, если, например, брать Atar Collection, Atar Collection, что там у нас, забыла, как называется, в общем, Atar Collection, который аромат похож на Good Yoga Gone Bad, забываю, забываю их название, в общем, он не похож, потому что там больше табака, такой даже, я сказала бы, мокрой такой сигаретности, и я, например, дала подруге попробовать и этот аромат, и тот, чтобы как-то сравнить, похоже, они не знают, она сказала, нет, такая, фу, убери, мне не нравится, пахнет прям такими сигаретами, сильно, такими промокшей пачкой сигарет, а еле не знать, у нее дома, как бы, курят, и постоянно, пополнив, на кухне курят, и очень сильно, да, она знает, в общем, запах хорошо знакома с ароматом сигарет, ей он не понравился, этот же аромат такой женственный, он очень приятный, стойкость у него хорошая, где-то вот часов 7-8, точно, он стойкий, дальше он тоже так же затихает, затихает, но где-то прямо на голосочке, на голосочке, его слышны, если здесь даже есть мускус, то он меня не раздражает, я удивлена, если честно, потому что, например, мускус в кирке, и вообще вот эти вот киркоподобные, киркоподобные ароматы, я сразу же извиняюсь перед любителями, но я не понимаю, вот, поскольку я не хожу по городу, да, не гуляю, у нас не слышно ни бокары, я живу в Новосибирске, я не слышу ни бокары, не слышу анталь розу смазк уже давно, уж не больно лови и бель, да, популярный, я слышу везде эти фрукты в мускусе, я не могу понять, что людей так цепляет, то есть они как-то разные, я не могу сказать, что это все клоны кирки, ну, как бы, это, возможно, клоны кирки, но это не кирки аромат, и не какая-то подделка, то есть это какой-то на вариацию, возможно, какой-то еще какой-то там, больше сладкий, тот больше, другой девушка, больше кислый, то есть все равно какой-то этот мускус есть, по-разному звучит, в общем, мне не нравится, не знаю, с чем это связано, напишите, нравится вам или не нравится, в общем, как вы относитесь к ароматам, такие вот тропические фрукты вместе с мускусом, что вы больше слушаете там, мускуса или фруктов, для меня это мускус, как и многие мне писали в комментариях, не то чтобы аммиачный, возможно, какой-то бензиновый, какой-то, в общем, странный, то есть, я не могу описать точно, как чем это пахнет, но он странный. А этот аромат, он красивый, мне нравится, женственный, очень женственный, очень красивый, максимально приближенно похож на Good Girl Gone Bad, если, например, вам души, да, отдавать за Киллиан, то, в принципе, это как где-нибудь в онлайн-магазине, да, с какой-нибудь скидкой, да, или там по баллам, еще если какие-то баллы у вас есть, то он выйдет хорошо по цене. Я, конечно, переплатила, честно вам скажу, потому что Литуале, мне хотелось приобрести и себе ароматы, чтобы подруга себе приобрела, и мы с ней вместе приобрели, заикарить, в общем, этот момент, поэтому мы с ней и переплатили, приобрели в Литуале. И последний аромат, а, нет, не последний, два, два аромата еще осталось. Предпоследний аромат, давайте, долго не буду, потому что уже много получилось рассказывать, я думала, что быстренько управлюсь. Это, как сейчас я говорила про Сан Терензи, и у меня аромат Сан Терензи появился, но, как-то, знаете, немножко, я, наверное, считаю, что я спонтанно его купила, я его пробовала. Это аромат от Сан Терензи Alcantrario, то есть наоборот. Здесь, получается, как я думала, что, как бы, я понимала, что это крышка будет, но я думала, что здесь жидкость, наоборот, а здесь вот крышка, нет, это крышка, она тяжеленькая, но мне ничего нет, она пустая, а это сам аромат. Я думаю, здесь 100 мл может поместиться, здесь 50, тоже обидненько. Хорошо, аромат. Аромат гурманский, про орехи, орехи такие, знаете, орехи в шоколаде, я бы сказала, Сан Терензи алкогольности, но мне не нравится в нем ваниль, если честно, то есть в магазине мне понравился, и супругу понравился этот аромат, он до этого тестировал намного раньше, думал мне его приобрести, но потом выбрал другой аромат, купил мне другой. В общем, так, сейчас надену, чтобы красиво было. В общем, это хороший гурманский аромат на тему орехов, таких прям жирненьких, хорошеньких таких вкусных орехов вместе с каким-то или сахаром, с сахарной посыпкой, или с шоколадом, например, что-то таким сладким. И алкогольность еще, я в нем ощущаю какую-то, непонятно какую, но в общем, что-то такое, знаете, замес такой очень вкусный. Но именно в остатке, да, что остается, какая-то такая, знаете, ваниль, и она не очень приятная, если честно, я не знаю, может быть, он как-то постоять, надо ли отстояться, настояться, не знаю. В общем, если у вас этот аромат есть, тоже напишите. И по стойкости он тоже не очень меня порадовал. Интересно, да, странно. То есть мне это какая-то та же странность. Сан Трензи и не очень по стойкости. Хотя у них есть аромат, например, как White Fire, который я вообще не слышу абсолютно. В магазине я вообще его не услышала. И он тоже по стойкости, ну, не очень. В общем, аль-контрарио. Стойкость такая у него часа 3-4, наверное. Ну вот, получается, после покупки я два раза наносила. И по шлейфу тоже не знаю, потому что я его не носила. Но затихает, как он затихает, точнее, что и остается, мне не очень нравится. Так, и какой последний аромат-то? Не вижу его. А, вот он спрятался. И последний аромат тоже много про него говорить не буду, потому что, ну, пока он немножко для меня непонятный. Я его тоже так же попробовала в золотом яблоке. Мне он понравился. И я долго думала, какой мне приобрести последний аромат. Какой-то хотелось. И я думаю так. В общем, он мне понравился, я, наверное, его приобрету. И это Armani Privé Ambre Echentrico. Echentrico, если я правильно произношу. Такая вот упаковка, типичная для Armani Privé. У меня уже есть парочку ароматов Armani Privé, но у меня из такой более легкой коллекции. Взяла сотку. Не знаю, как дальше будет, потому что 50 мл, к сожалению, не было. Думаю, ну, ладно. Ладно, пусть будет. Итак, этот аромат, по-моему, дело про амбру. Также у него есть слива, по-моему, специи, что-то сладкое, ваниль, по-моему, бабу-танка, что-то вот такое. В общем, это аромат на тему такой сладкой амбры вместе со сливой. Возможно, с пряностями. Да, вот что про него пишутся, эти на фрагрантике, так оно и есть. Он такой очень, знаете, манящий, очень манящий, такой сладкий, благородный сладкий. Он не какой-то переслащный, да, не какой-то прям зубодробительный сладкий. В нем все в меру. Мне он поэтому в магазине не понравился. Я здесь слышу, кстати, вот так же писали про, ну, это какое-то такое, знаете, дорогой деревянной мебели. Мебель, покрытая лаком. Да, здесь тоже это ощущается. Но если прям так не внюхиваться, да, не вдаваться в подробности, что хочу услышать там дорогую мебель, можно и не услышать. То есть, если не хотите это слышать, можете и не услышать. А так, это амбра, сладкая, густая. Даже не знаю, что-то таким знакомым отдает. Возможно, сливовым вареньем каким-то таким вот. То есть, это не слива свежая, это такая сливовое варенье, такое сладкое, густое. Специи здесь тоже пока не слышу. Какой-то смолистости тоже я здесь не ощущаю. То есть, тоже очень ладно скроенный, красивый аромат. Очень мне понравился, и в магазине понравился. Сейчас тоже говорю, что мне нравится. Но пока я его не разнашивала, и какие-то прям полные впечатления сказать, что вот он мне так-то так и раскрылся, там в разных погодных условиях. Или как-то шлейфил иначе, или там еще в чем-то пах. Пока не могу сказать. По стойкости тоже, наверное, как и сейчас на будет. Но пишут, что стойкость у него очень хорошая. И шлейф тоже. Сейчас я решила, кстати, приобрести его, потому что у нас как раз-таки вот полторы-две недели будут дожди, прохладно. Я только думаю, ай, все равно скоро осень за горами. Что, сегодня 1 июня, ну и ладно. Как бог, осень не за горами. Да и вообще, в принципе, прохладные дни все равно летом бывают, и холодные дни бывают. Поэтому вот такой ароматик. Это Armani Preve, Ambra и Chantrico. Ну что, друзья, вот такие были у меня новинки. Напишите, какие у вас ароматы последние были куплены, или какие-то подарены, или, не знаю, там, в остатки взяли. Ну, неважно, какие у вас просто или поменялись в коллекции, какие у вас ароматы появились. Также приглашаю вас подписаться на Telegram. Ссылка, как обычно, будет и внизу в описании. Здесь вот выскочит для вашего удобства. Вот, можно какой-нибудь там QR-код. В общем, какой-то, может быть, код сделаю, чтобы можно было перейти сразу же. Я там, конечно же, немного замолчала. Не было настроение, если честно, писать. Но сейчас думаю возобновить, потому что ароматов много. Хочется много чем с вами поделиться и рассказать. И также много я тестировала ароматов других, которых вот сейчас нету. Но очень много с ароматов познакомилась. Хотела бы ими с вами поделиться. Большое спасибо за просмотр. Хорошего всем вечера, дня, когда вы там смотрите. И думаю, что вот, обещала про Энисио. Завтра или послезавтра постараюсь выложить. Надо себя в руки взять, чтобы про Энисио ароматы я сниму. Большое спасибо за просмотр. До новых скорых встреч, друзья. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok